Всем привет, на связи Томск.ру. Томск классный, красивый город, но как и везде в нем есть свои проблемы, одна из которых неприятный запах в жару. Редакция Томск.ру давно в курсе проблемы. Мы видим комментарии в социальных сетях, сами получаем обращения от томичей, но сейчас решили разобраться в ней детально, и мы запускаем проект «Запах города». Что это значит? На базе редакции создан штаб оперативного реагирования на жалобы о воне. Вы можете позвонить по телефону редакции и написать в наши социальные сети, рассказать о проблеме запаха на своем районе, и журналисты редакции ее отработают. Кроме этого, в рамках проекта мы пообщаемся с экспертами по теме, учеными-экологами, представителями власти, общественниками, и попробуем разобраться в многообразии источников запаха в Томске. Это с птички идет все. А почему думаете, что с птичкой какой-то запах характерный? Ну да, от птичника идет все. В общем, пахнет, я не знаю, как канализация или чем-то вот таким. В районе фиксируется проблема неприятного запаха? Очень часто. Ну, предположение есть, что и свинокомплекс, может быть, оттуда несет, может быть, с помоек, не знаю. В Светлом есть проблема неприятного запаха? Есть, и очень большой. Через день и каждый день. И вот этот запах. Сколько это уже продолжается? А это уже продолжается 40 лет. Существуют сейчас проблемы неприятного запаха? Как давно это вообще у нас? Да, ну, всю жизнь. В подъезде к поселку, когда подъезжаешь от фабрики, обычно очень сильно пахнет. И в самом Светлом также. В самом Светлом. Подскажите, вот в микрорайоне зеленой горки существует проблема запаха? Конечно же, конечно же. А от горки существует проблема неприятного запаха? Да. Как давно вообще наблюдается? Ну, где-то примерно лет пять. Раньше говорили, что с птицефабрики, а сейчас я даже не знаю. Запах периодически есть при смене ветра со стороны, если идет у нас северный ветер. Это с района Межанинов. Он с Балтики поступает из-за слива, потому что с железнодорожный переезд выкидывается весь этот шлак, и все это идет вот сюда.